Ангарск готовится к Новому году. Центральную площадь уже украсила новая 18-метровая елка. И это не единственный сюрприз для горожан. Совсем скоро здесь появится массовый каток. Все подробности смотрите в сюжете. Уже к 1 декабря Ангарск должен быть полностью погружен в новогоднюю атмосферу. Такую задачу коммунальным службам поставил глава округа Сергей Петров. На городской площади вовсю кипит работа. Специалисты уже установили главный новогодний символ – 18-метровую ель. Она совершенно новая. Ее украсили бантами, шарами и светодиодными фигурами. К слову, в этом году в центральной части города обновили всю иллюминацию. Мы в этом году постарались установить елку чуть раньше обычного. Елку мы видим с вами, что она у нас в обновленном формате. Такой классический хороший стиль. Чуть выше, чем была предыдущая елка. Также постарались выполнить архитектурную художественную подсветку улиц Ленина, улиц Карла Маркса. Подсветить наш исторический центр и ДК «Нефтехимик», похожий на Большой театр. Все это для того, чтобы создать атмосферу праздника, атмосферу, наверное, теплых семейных дней. Все затраты по уличному архитектурному освещению идут через городской бюджет. Я живу здесь, в старом городе, 300 метров отсюда, в 59-м квартале. Мне очень нравится. Подсветка должна быть так же прекрасна, как жизнь наша. Очень красиво, очень нравится. Все хорошо. Елка красивая. Центр у нас преобразился, конечно. Ой, очень красиво. Прям очень нравится. Елка замечательная. Спасибо большое. И меня тоже. Да, я всегда сравниваю в последнее время, особенно нашу площадь, подсветка. Вот дворцовую площадь здесь тоже как-то, знаете, настраивает на такое настроение новогоднее. Вот такое радостное, веселое. Спасибо, что у нас есть такое место, которое олицетворяет и праздничное настроение, и вообще поднимает такую, знаете, вот хочется творить, мечтать и любить. К созданию новогодней атмосферы в городе присоединятся и предприниматели. Торговые центры, предприятия общественного питания и магазины украсят фасады зданий и оформят входные группы. Желающие могут стать участниками конкурса, который ежегодно проводят в Ангарском городском округе. Специальная комиссия выберет победителей по нескольким номинациям. Ну а настоящим сюрпризом для ангарчан станет небольшой каток, который зальют вот на этом самом месте. К работам приступят, как только в регион придут морозы, а они существенно запаздывают. По прогнозам синоптиков, понижение температуры ожидается только к концу этой недели. Заливкой и обслуживанием льда займется спортивная школа «Ангарам». Совершенно точно на этом катке будут запрещены игры с шайбой. Также на площади установят ледовый городок с горками, а напротив памятника Ленину поставят часы обратного отсчета. Все по уже сложившейся традиции. Ирина Шавлюк, Алексей Огнив, Местное время.